привет всем любителям видеоигр и любителям просиживать в интернете свое время тратить бездарно можно сказать расскажу сегодня об игре которая называется что на обед чем пожрать в общем здесь нужно будет готовить всякую разную интересную вкусную может быть даже красивую еду игра хороша чем мы можем значит посмотреть какие бывают рецепты и правда здесь не очень много вот видите листать эту книжечку нельзя всего-то несколько рецептов 7 дней недели в общем грубо говоря если кто задастся идеи может готовить каждый день неделю себя по блюду из этого списочка не все они конечно очень аппетитные на любителя вот допустим в грибной суп спагетти карбонара салат цезарь пицца на рыбка с куры с картошечкой что я говорю с курочкой рыбка с курочкой это было бы слишком так что-то ризотто грибное и греческий салат вот такое красивое меню на неделю почему-то рассчитывая на человека который на на кушает раз в день ну что ж попробуем поиграть попробуем приготовить игры вообще на тематику что-то приготовить это очень популярные игры сейчас ну конечно не всем они нравятся но жанр такой есть и игры пишется и они пользуются успехом собственно говоря попробуем приготовить наверное давайте вот это блюдо я считаю выглядит нарисовано по крайней мере аппетит не всех вот мы и приготовим нам понадобится значит чесночок яйца бекон молочко значит маслица вода пармезан спагетти зелень и специи а вот здесь написано расписан подробный рецептик кто знает английский язык в принципе здесь все довольно таки написано мне кажется слова знакомы всем и понять не трудно и даже написано сколько чего минут готовить как чё с чем смешать очень интересно здесь в принципе дано подробное описание того сколько чего нужно но за исключением конечно спагетти зелени и специи но это я думаю как бы каждый человек себя сам решает сколько он соберется кушать спагетти но с другой стороны могли в общем то и написать на чашку воды сколько нужно спагетти и и мне вот лично вот рецептах больше нравится когда пишут не просто там одна чашка воды там одна кружка когда пишут хотя бы миллилитраж так было понятнее одна чашка но у меня дома допустим есть чашка там она литр есть на пол литра какой мне вот из них брать это меня это всегда путает честно говоря не знаю как вас но вот мне это не вполне понятно ну что с приступим значит здесь у нас список того что нам нужно набрать вот здесь слева и справа у нас полочки с продуктами холодильничек даются нам всего 27 секунд за которые мы должны в темпе быстренько набрать продукты в жизни конечно на вас на время прям никто не заставляет этим заниматься но в принципе в жизни чем она и проще вы же знаете где у вас что лежит ну по крайней мере большинство людей знают что у них в холодильнике что у них на полочках разложено вот здесь нам предстоит поискать причем в темпе ну что ж попробуем так бекон бекон в холодильнике сто пудов чеснок 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 яйца в холодильнике точно молоко тоже должно быть в холодильнике молоко молоко так масло вода 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 пармезан 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 сколько сыров человек очень видимо любит так спагетти и зелень есть мы успели чуточков нам обещали гораздо больше видимо нужно было еще быстрее все делать да видимо человек сыроед потому что но не в плане есть сырое в плане того что очень любит сыр потому что столько видов сыра в одном холодильнике честно говоря не каждый день встретишь продолжим так теперь мы должны нарезать наши овощи и мясо опять-таки на время за одну минуту но я думаю мы справимся всего тут нарезать и не так много всего очень хорошая озвучка мы прям слышим как ножичек у нас по доске бьет так тихонечко очень четкими отлаженными движениями так и осталось зелень времени у нас еще запасе он прям зелень даже другой звук немножко слышно прям как она хрустит сочная зелень аппетитная мы очень быстро все сделали нам дали очень много очков замечательно так теперь нам нужно потереть сыр начнем держим сыр вот в этом зеленом треугольнички стараемся чтобы у нас кусочек если выходит за границы то немножечко не спеша аккуратно берем сыр вроде получается они очень хорошо сглазила но в целом нормально 92 процента это тоже результат а я опять сглазила что ж я ну это летсплей я не могу молчать заточиться на процессе тут все не так просто нормально зато быстро и очков нормально дали он за время 3 300 отлично мы с вами на рекорд идем так нам нужно отмерить нужное количество молока масла воды и чего а тертого пармезана вперед значит молока нам нужно будут написано 1 4 чашечки это не так много поэтому не будем разгоняться есть так масло тоже одна четвертая просто вводим вот полосочка справа вводим мышкой в каком темпе мы хотим это все дело наливать воды нужно целая чашечка поэтому можно в принципе ускориться вводим мышкой по этой линии и у нас водичка прекрасно льется так 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 надо все таки не торопиться потому что мало ли перельем сейчас все это зальем весь стол заляпаем все стены и будет это уже не готовка просто вакханалия не нравится мне когда после готовки остается очень много грязи вокруг потому что ну вот казалось бы приготовил покушать да хочется сесть поесть но приятнее же кушать в чистом помещении быстрее быстрее мы не успели но они успели но почему-то сделали это ужасно хотя странно странно я вроде сделала все правильно ну ладно в общем приятнее всегда есть в убранном чистом помещении когда у вас нигде ничего не валяется не где по стенам никакие там не знаю брызги не стекают когда посуда помыта и вы садитесь и как бы в приятном помещении может приятной компании трапезничайте продолжим так нам нужно значит смешать так вот у нас полосочка нужно по мере ее заполнения добавлять нарисованные ингредиенты добавляем молоко теперь яйцо так берем яйцо а его надо бить сейчас не получится ничего не получилось не так-то просто разбить яйцо знаете ли так мешать смешать мешаем 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 молоко мешаем причем яйцо то мы не разбили спрашивается чем мешали чем яйцо исчезло по ходу раз уж мы не смогли его разбить моего прям со скорлупой туда нормально голодный человек съест может не потом добавим какой-нибудь ингредиент который растворить скорлупу или хотя бы размягчить что никто не поломал себе зубы так мешаем 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 давай жену мешать не так-то просто знаете ли полторы тысяч в принципе нормально за время уже нам что-то ничего не дают теперь мы будем готовить жарить это все дело опять-таки полосочка и нужно добавлять ингредиенты 49 секунд нормально недолго у нас появилась плита и нам нужно поставить на плите средний уровень градусов так сейчас будем добавлять маслице хотя сковородку шкорчит и без него насколько я знаю что без масла сковородку шкворчать не будет она будет дымить работ гореть но вот такого шкворчащего звука без масла быть не может поэтому вот в этом плане конечно не выработали не обратили внимание разработчики на такую так теперь 370 дело получилось добавляем чесночку и сейчас будем снова трясти 30 потрясли это у нас наверно был перец так что нужно делать что нужно делать что нужно делать я не поняла у меня почему-то не получилось ничего сделать так увеличиваем градус так добавляем в зелень и сейчас добавим сыр странно сыр прям сковородку но в принципе да нормально что нужно делать а нужно вот так вот сковородочку трясти все понятно на второй раз получилось я думаю вполне приемлемо то что мы сделали только один раз потому что ну даже согласитесь дома кто готовит не каждый раз это делает со своей сковородкой вот так вот и и трясет продолжим теперь нужно сварить что-то нам а спагетти сварить так значит наливаем воду сейчас вот наливаем прям сразу раскачегариваем плиту до высоких градусных показателей по щас посолим воду когда она закипит хотя судь по звуку она уже кипит вот пар даже пошел смотреть сейчас мы потрясем солью над кастрюлькой быстренько шустренько в темпе и нужно будет добавить спагетти что-то как-то мало их насыпали честно говоря порция на кошку такая медленный огонь час поставим и скоро выключает скоро выключать выключаем отлично просто безупречно но очков правда ли немало ну тут в принципе процесс был несложный и все сервируем все это дело паста значит бекон с сырком и зелень отлично у нас получилось красиво приятно на вид наверняка очень вкусное блюдо и нам нас похвалили что мы замечательно его приготовили присудили нам количество какой-то очков и здесь у нас появился статус то есть я понимаю чем больше мы будем готовить тем будет увеличиваться наше качественное общее количество очков и наш статус как нас назовут похвалит нас или не похвалит если мы будем делать все очень плохо что бы хотелось еще сказать хотелось бы еще сказать что у игры есть вторая часть в принципе отличается она ничем кроме того что здесь рецепты другие как мы видим здесь значит какой-то суп мясной стейк с медом курочка с авокадо буррито креветочный креветочный рисовый салатик лазанья и в принципе нечто похожее на то что будет если вы все это скушаете впоследствии называется я даже не знаю вы сами прочитаете как это называется потому что что-то с багетом в общем хотя багета здесь не нарисовано ну не стоит в общем я не думаю что мы будем думаю что не будем ничего больше готовить из этого списка потому что в принципе все понятно в игре нужно просто вот чистить резать тереть выжимать смешивать зажаривать варить кому интересно конечно вам я думаю понравится потому что игра в принципе нарисована довольно приятно не мультяшно так более более реалистично процессов во всяких разных много и занимает это конечно времени прилично если вам действительно нужно убить на что-то время вы любите готовить все это игра для вас конечно вот играете набирайте очки получаете статус великого кулинара всем удачи ставьте лайк подписывайтесь на канал у меня будет еще дальше такие интересные видео и может быть про готовку может про что-то еще всем спасибо за просмотр ну пока ребятки